Ребята, я знаю, что вы принимали участие в проекте, почему мы так говорим. Мне как учитель русского языка эта тема очень интересна. И я хотела бы, чтобы вы сегодня немножко рассказали о своей работе в рамках этого проекта. Ребята, ну что вы делали в рамках этого проекта? Мы опрашивали определенную группу людей. Мы опрашивали малышей, известников, учителей, незнакомых людей, близких, бабушек, дедушек. И эти результаты, да, просто вы когда-то где-то сфиксировали? Да, мы заходили в интернет и делали диаграмму и носили туда эти результаты. Но диаграмму вы делали на основании каких-то данных, да? То есть вы получали какие-то цифры? Начал мы искали в словаре слова со сленгом молодежным и писали по ним рассказ. Хорошо. А какие письма вы писали в использовании малышного сленга? Ты писала, я твое личное письмо читала в интернете, ты писала письмо подруге, да? Да, в подруге. А как ты написала это письмо, расскажи мне, там сколько малышейного сленга употреблено? У меня надо было найти словарик дома, чтобы вот этот малышный сленг из-за ее ума у нас дома не было. Мы тогда с мамой на интернет зашли, и мама мне помогла. Там было очень много разных слов, и в зале работа в этом словаре была интересна тем, что там можно было даже свои слова вставлять, которые знаешь. Которые не отражены в словаре, да? Хорошо, ребята, я посмотрела, там были у вас положены диаграммы. Скажите, как вы работали над диаграммами? А нас научила Евгения Георгиевна на уроке. Учитель информатики. Учитель информатики мы делали диаграммы, хотя диаграммы по уроку не понравились. Но вам понравилось, да, делали? Да, очень понравилось. Хорошо, девочки, а почему вы научились в ходе работы над этим проектом? Мы узнали много нового, научились делать диаграммы. Ну и все, тут понравилось. Теперь мы знаем больше, какая вот группа из людей использует больше молодежного сленга. Хорошо. Много слов, много узнали. Много слов, много узнали. И еще? Вам вообще работа понравилась? Да, очень. А вы бы хотели принимать участие в других проектах? Да. Хотели, да? А трудности были в ходе работы над проектом? Да, у нас было все идеально, трудности были, да. Мы не могли там, допустим, в момент опроса, мы не отвечали на наши вопросы. То есть такая была груда, тища. И второй грамм не мог не сделать. Не получали в первую разу диаграммы, да? Ну, слова, что говорили, что у нас, когда мы работали вдвоем, как и я, у нас не сохраняли слова, что говорили. Часто это было, да? Часто это было, да? Часто это было. Хорошо. Ну, все равно сложности все преодолимы. Желаю вам успехов в дальнейшей работе над проектами. Помашите.